так ребята всем доброго утра из штатов здесь у нас как раз таки утро мы на очередной загрузки компании под названием врум это бывший texas direct texas direct сейчас он называется врум потому что врум компания большая и она купила полностью texas direct мы сюда приехали за бмв бмв четвертой серии я не знаю если это м4 или нет значит четвертая серия сейчас будем пробовать ее забирать вчера я не успел я попробую забрать смотрите сколько много у них в этих ребят машин это не моё они покупают машины со всей америке и продают ее за всю америку оборот товара конечно у них здесь громад и выбор машин очень большой вот дешевых машинок до дорогущих электрокаров типа теслы ничего себе я смотрю с утра уже не проехал куча траков мама ровная обалдеть вроде бы нам одно местечко есть 8 утра я думал я первый приеду они 8 открываются они тут то было тут уже толпа некоторые некоторые сбрасывают машины конечно некоторые подбирают кранее место как раз для нас было свободно это хорошо много траков означает много много работы и как говорится и у нас и у них пойдем смотри так ребята тут как аукцион короче ищем нашу машину как на аукционе взяли ключик бмв зму паник пока пока ничего не слышно так она говорит что может быть вот эти все крайние которые сюда смотрят но тут бы его не было я проезжал видел так какой-то контакт есть где-то вводит машинка наша ооо раптора все видите они тоже раптора продают за Mack... 2 идем на звук идем на звук идет на звук если늘 с на вот она где зараза шишина заблокировала то у нас корвет так ладно все кровати конечно заключение трусы печаль придется назад идти назад идти фотографировать или номер так что он 102 994 1 вот придурки среди как они паркуются в шоке уперся просто в машину оболнать так что нас тут обычно четверочка 435 430 4 бмв 4 цилиндровая короче ничего особенно так идем на зато спрашивать про этот корвет так ребята мува им шевроле корве нам он больше не мешается кот нули его немножко виде он прикоснулся немного видно сразу что поцарапал раза мы это отметим бмш заведем четверочка такая ерунда все как дизель работает громко немножко что-то дизель быстренько инспекция посмотрим рассмотрим еще на первый взгляд машина выглядит неплохо колесики поцарапанная немножко . на заднем бампере да и все что тут еще смотреть крыши целая какой красивый выхлоп в этой машине ребят смотрите эти три трубляхи коровет они кстати за все время считаются недорогие машины эти короветы так заруливаем на на задом почти загружены полностью потому что еще ждем одну машинку не знаю если конечно нам ее дадут сегодня быстро заберу если нет то все еду домой набрали принципе груз нормально по цене по вместимости идеально так что в теннессе может перегрузочку еще сделаем успеем и будет шикарный рейс красивое такое озеро с яхтами так далее на громадное просто внизу пляж парки и волейбольные сеточки вон он желтый пляж смотри правда людей нету средний четверг странно что немного любишь здесь в основном на праздники собирается немерено народу я бы сейчас с удовольствием бы окунулся бы конечно давай давай встраивайся встраивайся бро домой нам короче полторы тысячи миль немножко больше 1700 до самого дома буду скидывать несколько машин до дома есть коннектик тидраб есть в штате теннесси со штата теннесси скорее всего можно будет что-то перегрузить поднять гроз немножко больше надеюсь на это очень нормально продвигаются крайний рейс проходит слава богу никаких проблем но таких помимо пробитого колеса не было что в принципе норм классные тачки у меня попались конечно в этом рейсе обалденный два теннесса раптора побывал на хеннесси как вы уже видели я там очень давно не был показал вам немножко суперкаров которые есть в них и макларен и раптор и желтая машина не знаю что это вообще было обалденный такой автомобиль вот все нормально в следующих роликах буду уже показывать ребята вам Барселону Таиланд где я там еще был еще много где был я уже не помню за последний год побывал во многих странах и континентах так что должно быть немножко тревел влога думаю будет интересно посмотрите зацените немного под заправился на пилоте деф у меня заканчивался ребята солярки полные баки а деф вот эта жидкость которая выхлоп очищает вот закончилось смотрите полный трейлер классных кий новый джип вышел telluride есть хондай такой палисад тоже называется обалденный джипик мне нравится кто-то перевозит нулячий ну что мы заправились так не знаю сейчас наверно пойду заскочу быстренько пообедаю 3 часа вечером я поеду уже дальше у нас валмарт на районе не знаю можно на нем вставать нет траки вроде бы выезжают оттуда посмотрим сейчас где-то стану сбоку заехал на валмарт думаю где-то здесь поближе запарковаться к китайскому ресторану но что-то очково потому что здесь на валмартах насколько я знаю вешают такие штуки на стекло с присосками и на колесо замок если где написано что нельзя парковаться на парковке они творят вот такие дела так что мы разворачиваемся наверное выйдем с этого валмарта чтобы не накликать приключений на свою задницу хороший разворот такой стал сейчас где-нибудь там средней линии на дороге на дороге будет наверное безопаснее чем встать на валмарке на некоторых валмартах вчера я тоже ночевал в Хьюстоне на валмарке вообще никаких проблем там был еще один тракист какой-то мужичок сказал что он каждую неделю приезжают туда и говорит вообще без проблем типа это паркуется я ему поменил и оказалось на самом деле все нормально никаких претензий с валмарта ко мне не было заночевал благополучно с утра встал пошел умылся выехал и все объезжаю пробку по луизиане вот такие дороги интересные все мокрое ветлэнд а справа растет я не знаю что такое сахарный тростник или что-то такое ну что же такое бывший рабовладельский штат тут хлопок выращивали еще что-то ну вот это не знаю что первый раз это растение вижу пучками так растет на камыш похож мокрое интересно что бы это могло быть 76 дорога видите как интересно все насыпано полностью дорога поднята на 2 метра вверх на болотах полностью все болото ребята леса все в болотах никогда не высыхающие леса это луизиана так и называется america wetland американская мокрая земля здесь вот такие трассы строят уже давно давно ну ребята первый раз проезжаем по этому мосту через реку миссисиби так два моста сразу есть один для железной дороги для поездов другой для машины Старый видно Очень мостик Простенький Теперь батон руш открывается у нас с правой стороны Мы всегда проезжали слева А здесь у нас справа Речка Миссисипи Здесь она узкая Не сильно широкая Таким вот образом я объезжаю пробки лазианские Я попал в самый час пик Четыре часа вечера Сейчас просто жесточайшие Пробки по всем городам И вот меня Google Maps ведет По окружной Здесь на юге мостов низких вроде немного И поэтому Можно ехать по Google Без ограничения вроде как Нефтеперерывающие заводы Справа Проезжаешь такой запах конечно ужасный Экология здесь загрязненная максимально Батон руш Кстати и мостик низкий Только про него рассказал 13,6 Да на самом деле Вроде нормально Контакта не почувствовал Субтитры сделал DimaTorzok 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 У них реально что-то колесо какое-то Спереди FlatBet сейчас едет У него правая сторона просто синий дым Я не могу понять Или это выхлоп или это колесо у него Что-то не в барьере Не знаю если будет вам видно конечно Но такой синий дымок С под правой стороны Он только что вышел с экзита Со съезда И это только загрузился Так как я не вижу у него глушителя Сверху такой у него Как говорится FlatTab roof Низкая крыша Похоже это у него с выхлопа такая вот Война А так смотрится как будто колеса Ребята У меня все равно он поднимет Съезжают на Эго Ходит наверное смотреть что у него там дымит Питер Билл В штат Миссисипи Встречает нас этим утром Смотрите передо мной едет вот такой вот носорог С антенной Мосты проверяет Видите какой аппаратур С мигалками Оверсайз лоуд А сзади идет Какой-то негабарит Где-то милю сзади И Уже они по рации общаются Этот передает назад Если с мостами все нормально Не цепляешь И сзади негабарит тогда едет Если он говорит остановиться на обочине Тот останавливается Классная тема Вот он и сам оверсайз Смотрите как банчик У него и трак оверсайз И трейлер оверсайз И груз оверсайз Короче Фул оверсайз Полноценный негабарит Давай бро Встраивайся Так он еще и наваливает Понимаете Еще меня обгоняется Своим этим грузом Смотрите какая высота Я в шоке Обалдеть Новый слой асфальта Поверх вот этого Который есть Я бы сказал Будет нормальная дорога Но бюджет выделили Нужно делать Нужно делать Молодцы Перед зимой пускай Делают дорогу Чтобы уже нормально ездили Это типа такая Слабая Но ломали Так ребятки Мы на районе Дилер форд Скидываем раптора 2019 года Вот на этом Дилерское Приплыли Но У меня проблема Ребятки Машина Реально Замкнулась Машина тупо Замкнулась С ключами внутри И Я ее не смог открыть Форда Сейчас буду пробовать Чтобы дилеры Кодом открыли На каждом форде Есть такие кнопочки Знаете Можно вводить код Я надеюсь Хозяин этот код Предусмотрел На всякий случай Сейчас будем Как-то думать Сейчас будем пытаться Открывать Этого форда Но дело в том Что Здесь вот так Разгружаться Нельзя вообще Как я на дороге Как я на дороге Сейчас стою Это State Highway Сейчас Короче Завязываю На пару колес Надо заехать Внутрь К ним туда И разгрузиться В общем Я заехал На дилерскую Не знаю Как я отсюда Буду выезжать Придется двигать машины Но сказали На дороге Не стоять Поэтому Не стоим Мне надо Немножко еще Выравняться Чтобы съехать На этом форде Ну вроде бы Открыли форда Друзья Сейчас уберу Тут эти два Эксплорера Я Заверну И разгружу Здесь Прямо Этот Баран Который там работает Он Короче Закосячил Он должен Объяснять Когда заезжают Транспортеры Куда им стать Как стать И все такое А он просто сказал Что нельзя парковаться Типа заезжай Мы тебе Поможем уехать Ну и все А знаете Как открыли форда Просто чувака Есть На телефон Аппликейшн Программка И он полностью Регулирует Все движения По этому раптору Может открывать Закрывать Все через интернет Вот это круто Супер Может он его и закрыл Пока я ехал Издалека Я подумал Что он сам замкнулся Отлично Все Раптор поехал Красава Классный звук Ребята Вообще огонь Все Запаковываемся Поехали дальше Сейчас кстати Буду забирать И такого Форда Точно Экспедишн Макс Максимальный По длине Вначале Если Макс Это длинный Форд Короче Покажу вам Потом на аукционе Еще помимо Рапторов Таких вот Красивых Видите Тоже Эти с Хеннесси Их тут куча Они специализируются На них Забацывают А потом продают Дороже в два раза Хочу показать вам Мовы Эксплорер Вот такой вот Гусь Как говорится У них получился Это будущие Полицейские машины Такие Семейный Внедорожник Самый лучший Продаваемый В штатах Из Таких знаете Кросстуров Как говорится Кроссоверов Покажу вам Сзади Вот такой вот Эксплорер В СТ Комплектации С шестеркой Мотором Имеет 400 лошадей И 400 С плюсом Торк Тяга Мощнейшие Конечно Машинки Этот Данный Лимитед Получается Этот Экс ЛТ Это Ну как бы После самого дешевого Идет На ступеньку выше Я не знаю Если они еще открытые Мы их отгоняли Чтобы А она закрылась Чтобы подвинуть Ну вот Как бы вам салон показать Очень крутой салон У них стал Был конечно Ну Похуже Немножко А сейчас салончик Прям Супер Да Не видно Ребят Ну может отсюда Немножко солнце Подсветит Видите там Экран Такой большой Много серебристого Алюминия Все мягенькое Очень крутая тачка Но цена у него тоже 52 700 В Лимитед Такой вот Синим цвете Машина Конечно достойная Но я считаю Все таки За 52 000 Можно взять Получше Что-то Например 2019 Года С пробегом 20 000 миль Линкольн Навигатор Я уже за 50 000 Видел А Линкольн Навигатор Это просто Небо и земля Даже Этот рядом Не стоит Понимаете Вот так интересно Так понял Что БУ машину Конечно Брать Лучше Практическую Новую Но БУ Она сразу Теряется Почти в два раза Вот они Эджи стоят Тоже симпотные Такие Кстати Вот ST Модель Я думаю Тоже на нем 400 лошадок Большие 20-е 21 колеса Хорошие машинки Начали Форды делать Они подтянули И качество И дизайн Ну во всем Они стали Конечно Лучше Вот это Expedition Новенький Обалденный Фордик Тоже Суперудобный Сейчас уже Буду на аукционе Забирать И вам детально Покажу Так что Все Поехали Отсюда Следующий Раптор у нас Аж в Бостоне Трогайте У вас до дома Не будем Все Работа наша В штате Теннесси Завершена Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова